Здравствуйте! Вы смотрите полезную для здоровья программу Диагноз Север. Меня зовут Мария Маслич и я хочу задать вам один вопрос. Север это диагноз или все-таки нет? Север это диагноз. Когда человек перемещается на север, это некоторый аналог подъема в гору. Что кислородное голодание при подъеме в гору происходит из-за смены давления, в общем-то всем известно. Люди, приехавшие до север, замечают, что даже при небольшом подъеме в гору им начинает не хватать воздуха. Конечно, это не все молодые здоровые люди не так на это внимание обращают, но тем не менее такое наблюдение и есть. Кислородное голодание или, как говорят специалисты, гипоксия возникает при недостатке кислорода во вдыхаемом воздухе и в крови, вследствие чего в жизненно важных органах развиваются необратимые изменения. Наиболее чувствительными кислородной недостаточности являются центральная нервная система, сердечная мышца, ткани почек и печени. Длительное кислородное голодание усиливается в холодный период времени. Поскольку на Кольском полуострове длится более 150 дней, то это сильно выраженное влияние на организм. В это время необходимо больше проводить время на свежем воздухе, правильно питаться. Можно стараться употреблять в пищу больше продуктов с витаминами, витаминных продуктов. Овощи, фрукты, опять же физкультура, скандинавская ходьба. Скандинавская ходьба как бы напоминает бег на лыжах, хотя не является таковым. Дело в том, что задействованы 90% мышц во время этой ходьбы. Соответственно, улучшается деятельность всех систем, особенно системы кровообращения, двигательная система. Увышается иммунитет. Испытать этот необычный вид спорта я решила на себе, а помогла мне опытный инструктор по лечебной физкультуре и скандинавской ходьбе Ирина Яркова. Ирина, как правильно подобрать палки? Ведь все-таки это тоже искусство своего рода. Как по высоте выбрать? Если палочка телескопическая, то высоту легко отрегулировать, она откручивается. И когда локтевой сгиб образует прямой угол, это идеальная высота палочки. То есть вот сейчас у меня все правильно подобрано. Все хорошо, да. И вот тут есть такие шлейки, я так понимаю, что их нужно надевать, как и лыжные. Да, как и лыжные, снизу вверх обхватывая ручку палочки. Здесь регулировочка тоже, она может быть уже, подзатянуть ее слегка. То есть вот теперь мы готовы осваивать просторы, готовы к ходьбе. Итак, как правильно шагать? Ход попеременный. Левая нога, правая рука. Так. Вот так. Для того, чтобы, да, как бы не запутаться изначально, можно палочки опустить и просто выходить, когда у нас они в свободном полете. И при этом движение руками должно быть свободным. То есть начинать лучше с 20 минут. И потом по мере самочувствия своего уже увеличивать количество времени. Ну и естественно время больше, и дистанции тоже будет больше. Кроме такого активного способа быстрого обогащения организма кислородом, есть еще один. В Тирвасе можем предложить кислородный коктейль. Это обогащенное кислородом питьем. С шапкой, пена такая. Опять же, повышаются обменные процессы. Нормализуется обмен веществ. Улучшается кровообращение. Повышается иммунитет. Восстанавливаются окислительно-восстановительные процессы в организме. Кислородный коктейль снижает хроническую усталость, повышает работоспособность и нормализует сон. А еще он очень вкусный. Надеюсь, сегодня вы узнали что-то полезное для себя. Не пропустите следующие выпуски программы «Диагноз Север» и будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»!